Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Как всегда новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. Меня зовут Александр Лупиненко и я как всегда расскажу о культурных событиях Гомеля, а также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется сплошная облачность, возможен небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах нуля градусов. Ветер западного направления скоростью до 8 метров в секунду с порывами до 14. Во дворце Румянцевых и Паскевичей сегодня открывается выставка «Музею with love». Она станет своего рода презентацией новых экспонатов, для которых музей стал домом в 2019 году. На выставке гомельчане и гости города увидят лучшие из поступивших предметов. Это палеонтологические находки, документы, предметы быта и не только. Статус музейных обрели и вещи, преподнесенные музею коллегами и партнерами в день столетнего юбилея. Многие из экспонатов уже заняли свое место в музейных экспозициях и стали частью интерьеров дворца. Открытие выставки в 16.00. Сегодня в музее автографа откроется выставка графики гомельского художника Олега Боклага. На выставке под названием «Маучшанни» черно-белые графические работы. Говорить о причудливых образах, которые были навеяны ассоциациями из мира мифологии и фантастики сложно. Работам присущи минималистичность средств исполнения и информационная насыщенность. Каждый посетитель выставки сможет увидеть в произведениях автора что-то свое, но связь с образно-знаковым содержимым картин остается неизменной. Познакомиться с выставкой «Маучшанни» можно до 1 марта. В рамках проекта под названием «Уютный вечер» картинная галерея Гаврила Ващенко приглашает на очередную встречу. Участникам предлагается поговорить на тему «Тайны знаменитых картин-2». Речь пойдет об интересных случаях, связанных с известными картинами и их авторами. Это мероприятие для тех, кто интересуется изобразительным искусством. Истории из жизни художников и их произведений никого не оставят равнодушным. Приходите в галерею завтра, 7 февраля, начало в 6 часов вечера. Живых бабочек представят на выставке «Тропический рай» в картинной галереи Гаврила Ващенко. Главные экспонаты – хрупкие бабочки из Юго-Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Центральной Америки. Поскольку им нужны особые условия, чтобы не замерзнуть пусть и в теплую, но все же зиму, в зале галереи воссоздадут настоящие тропики. В помещении будут поддерживаться комфортные для насекомых температура и влажность, а посему посетители смогут попасть практически в тропические условия. Экспозиция постоянно обновляется, ведь бабочки живут от нескольких часов до недели, а доставляют их еще в коконах. Это говорит о том, что гости галереи смогут стать и свидетелями необыкновенные метаморфозы – превращение куколки в бабочку. Выставка откроется 10 февраля, а познакомиться с тропическим раем можно будет до 29 марта по улице Карповича, 4. В картинной галереи Ващенко открыта выставка работ белорусской авангардистки Валентины Ляхович, автор выставочного проекта «Аберрации света», один из ярких представителей белорусского авангарда. Она работает с большими форматами, создает объемные инсталляции и скульптуры с использованием света из разных материалов. Поэтому отличительная особенность работ художника – игра света, формы и тонов. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открылась выставка фотографии «Цифра мыла». Профессиональные фоторепортеры и фотолюбители серьезно отнеслись к выбранной теме – нерезкой фотографии. В процессе создания работ авторы использовали самые разные способы съемки и технические приемы. На выставке до 20 февраля можно увидеть около 60 работ. В музее автографа продолжает работу художественная выставка под названием «Воспоминания о лете». На ней графика Дарьи Чубрик и роспись по ткани Александры Звягиной. К вниманию посетителей библиотеки имени Герцена художницы представили работы, на которых изображены цветочные натюрморты и пейзажи. Желающих познакомиться с воспоминаниями о лете ждут в музее автографа. Для гомельчан доступна выставка работ международных живописных пленеров, посвященных академику Станиславу Жуковскому. В экспозиции картины, написанные художниками во время пленеров. Они позволяют посетителям совершить путешествия по живописным уголкам. Желающие сделать это могут отправиться во дворец Румянцевых и Паскевичей. Очарование природы белорусского края передает открывшаяся в гомеле выставка «Краски моей земли». На полотнах художников, которые можно увидеть в Российском центре науки и культуры, отразились самые живописные уголки Октябрьского района. Там в летние месяцы проходил арт-пленер, результатом которого стала экспозиция живописи. Полюбоваться работами, воспевающими красоту гомельщины, можно до 23 февраля. И, кстати, вход свободный. Их концерты – это буйство красок и зажигательных ритмов. А появление на концертной площадке – настоящий праздник. Цыганский театр «Джипси Бэнд» готовится к большому гастрольному туру в честь своего десятилетия. Артисты неоднократно становились участниками многочисленных проектов телерадиокомпании «Гомель». В честь своего юбилея «Джипси Бэнд» подготовили большую концертную программу. Новое шоу называется «Танцуй, цыганка». За 10 лет театрам создано множество ярких номеров. В юбилейный тур артисты собрали все самое лучшее. В День влюбленных «Джипси Бэнд» приедут с единственным концертом в «Гомель». Поздравить артистов с юбилеем можно 14 февраля на сцене городского центра культуры. И еще об одном музыкальном мероприятии, которое пройдет в «Гомеле» в День влюбленных. 14 февраля в областном драматическом театре состоится концерт под названием «Лав Из». Праздничную программу представят концертные духовой оркестры солисты гомельских городских оркестров. Эта встреча поможет незабываемо отметить праздник и напомнить дорогим людям о своих чувствах. В программе не только красивые истории о любви, которые способны тронуть сердца, но и тематические конкурсы и розыгрыши призов. Не упустите возможность нестандартно поздравить своих любимых. К другим интересным новостям. В топ-8 самых дорогих фруктов на планете попал виноград сорта «Руби Роман». Одна гроздь обойдется в 4000 евро. Виноградинки этого сорта в среднем вырастают до размеров теннисного мяча. Взращиванием этого плода занимаются японские специалисты. Продажа этого сорта винограда ведется только с 2008 года. «Руби Роман» до сих пор считают новинкой и диковинкой. Гроздь весом около 700 грамм была продана в 2015 году в ходе первого аукциона более чем за 8000 долларов. Вы точно видели, как кошки и собаки порой пытаются поймать свой собственный хвост. Если с собаками все несколько проще, они объявляют войну этой части тела в минуты скуки, то кошки гоняются за хвостом не только ради игры. Так они тренируют свои охотничьи навыки. Как правило, коты охотятся на мелкую добычу, коей и является их хвост. Причем в процессе такой охоты, как утверждают специалисты, наши питомцы воспринимают свой хвост не как часть собственного тела, а как объект со стороны. Программа «Добрый вечер, Гомель» – это разговор на актуальные темы. Рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Сегодня вечером смотрите новый выпуск. А также не забывайте подписываться на наш инстаграм, заходите и присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте. Включайте телеканал «Белару-4» в 20.25. Это прекрасная возможность, приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Кроме этого, звоните к нам в студию, делитесь вашими историями и принимайте участие в наших розыгрышах. Новый день с вами встречали. Утренний фреш и я, Александр Лупиненко. Хочу пожелать столько хорошего настроения, улыбок окружающих и друзей. Редактор субтитров А.Семкин